Привет всем, это канал Хатсен. Перед вами находится циркуляционный насос для системы отопления. Сегодня нам предстоит его установить. Это насос фирмы Грюндфас. Вот его характеристики. Ну, о нем попозже чуть-чуть. Сейчас я покажу место, куда именно мы хотим его в систему отопления установить. Вот здесь мы хотим установить байпас с циркуляционным насосом. Это наш обыкновенный газовый котел. Это выход из котла, внизу вход. И здесь будет установлен байпас. То есть где-то варен приблизительно будет здесь, здесь. Ну и сам кран на системе будет стоять здесь. Основная сложность данной работы состоит в том, что необходимо вваривать штуцера для крана здесь, и штуцера для байпаса. Вваривать штуцера должен квалифицированный сварщик. Поэтому своими силами здесь не обойтись. Воду из системы мы уже слили, поэтому ждем сварщика. И буду показывать, как будут обстоять дела дальше. Вот как будет выглядеть наша конструкция. Этот шаровый кран будет установлен непосредственно в систему отопления. Мы решили установить его один раз и навсегда. Он будет вварен на таких штуцерах из черного металла. Ну а это байпас, на котором насос установлен. Он состоит из двух муфт, которые будут использованы тоже как штуцера. Шаровые краны, уголочек латунный, фильтр грубой очистки перед насосом обязательно. Насосную, дальше тоже уголок латунный, шаровый кран и второй штуцер, который будет вварен в систему. Кстати, забыл сказать, что байпас собран с деталей, с дюймовой резьбой. Циркуляционный насос обязательно устанавливается на американках, чтобы его можно было в любом моменте без проблем на снять. Ну и также потом, возможно, поменять краны или фильтр снять, поменять. Что касается насоса, то он имеет три режима. Они переключаются таким образом. Соответственно, каждый режим потребляет 25, 40 и 60 ватт. Это значит, что, допустим, во втором режиме, когда насос будет включен, он будет потреблять столько, сколько потребляет 40 ваттная обыкновенная лампочка. Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот, все работы по монтажу окончены. Осталось только подключить насос к электричеству. Смотрите, кран варен здесь и здесь. Здесь варились штуцерок и здесь тоже. Все. И еще очень важная информация, как сказали люди, которые делали монтаж, насос обязательно должен быть установлен в таком положении, как вы видите. То есть не так, не как-то вниз, а именно так горизонтально для его более продолжительной эксплуатации. Ну, так, видимо, практика показывает. Кран уже снять не получится. То есть, если он выйдет из строя, придется его вырезать. Сейчас вы видите, это рабочее положение кранов. Этот закрыт. Эти два открыты. То есть, если включить насос, то сейчас он будет принудительно качать воду в системе. Фильтр не получилось установить почему-то у них так, как положено. Но, я думаю, ничего страшного в этом нет. Вот так вот. Спасибо за просмотр. До встречи в следующем видео. Субтитры создавал DimaTorzok